А еще хотим сказать, у нас очень много людей уже сказали, что он ходит второй год и собирает деньги за членские взносы, ну вот на все, и не выдает им никакие документы. Вы понимаете, он им обещает, я вам принесу. И вновь в суде пошедших. И ничего не делаешь. Одни поборы. Мы не можем провести нормальное собрание, у нас нету списков. Вот сейчас мы потихоньку-потихоньку собираем, ну и то он ездит людей настраивать, не сдавайте никакие документы, ни деньги не сдавайте, пусть общество сдохнет. Вот так вот он говорит. А к этому и ведет, к этому и идет. Трубы все проданы, все латаем, каждую весь мудрый, невозможно без воды сидеть. Какие трубы были в этом году два года подряд, вот он не приступал к никаким работам, мы поменяли такое количество труб. Люди вот тогда скажут, что у нас сверху никогда не было воды. И только когда мы начали инициативной группой заниматься, менять, люди увидели воду и начали получать урожай. Я хочу сказать, что вот эти трубы, которые здесь, они были еще предоставлены, вот Валерий Прокопович, вот он, бывший председатель, вот и он как завез в 13-м году в этом по гранту, все, мы больше труб не видели. Вот Алексей Владимирович тоже скажет, что работа вообще никакая не идет. Не в том, что мы его обвиняем, но отчитайтесь вы перед ними, ну куда деньги дуются. Если за 16-й год они собрали почти 3,5 миллиона, ну около того. А где это все? Дороги вот они все, аварийные. Да это ворюги вообще. Что там говорить про них? Я их сердить не могу вообще.